всем привет что у нас суббота суббота едем на дачу едем грилить едем шашлычить варить уху кушать плов я немножечко вставлю и будет вида как мы вчера готовили сейчас нам надо доехать до кафланта подкупить угля хотим завтра сходить на шашлык начала резать мясо на чашлык но вы меня отгоняет хочет сам сам заниматься не женское это дело так что половина я порезала эту половину пусть он теперь режет сам варенов сам все маринады делает я себе клубничку помою пойду отдыхать все меня выгнает хочет вырезать все жилочки но это не жил очки тоже реки я говорю тоже почти мраморная говядина это же самая вкусняшка он прям зажарится на огне будет хрустящим таким жирком будет капать она у меня уже слюни текут а ты все хочешь посрезать не срезать все кусочки жиром и марина тоже заберется переживание я тоже закончил мяску какие что-то я уже знаешь не хочу никакой плов завтра я хочу чисто шашлык плов будет плов будет этика раскручивают на плов дедушка с бабушкой хотят уху варить в общем мой завтра с дачи мы уйдем а чё ты в подмашках у нас есть электричество да ну да ну что купил правильный лук большой плачу 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 лучок купил такой белый винный уксус вообще у нас есть яблочный и я хотелось яблочный он такой вкусный душистенький новый уперся что должен быть винный открыла понюхаю сладенький не знаю почему-то яблочный вкуснее не знаю почему ладно я яблочный буду салатики добавлять сюда за шашлычем длинный ладно готовь я побежал марина с эдиком тоже кстати закупились для плова так что мы завтра лопнем у нас планируется значит у нас с нас шашлык я еще буду салатик один делать но это прям там уже по факту поснимаю марина с эдиком это воина сестра будут делать пловка а родители собрались делать уху но мы с ночевкой привет он тут у нас кевин бассейн построил капец горна рыб неудобно все носить так шашлычок тут уже бабушка все поделала нарезал картошки это на суп пока все разъехали сделаем обзор на цветочки тут мы сажала башка а на днях накрасили стол стол и смысле места заборчик покрасили стол и лавки заново грильное место подобные спечка уже готова это эдику под плов идем быстро пробежимся по огородику линия будут зацветать вот некоторые же цветают вот это цела желтая очень красиво лаванда со шмелями ой бражник какой-то хороший только маленький ты тоже пообрезали тоже плетистую цела обалденно вот от нее кусочек от отводочка от нее идет вот такими цветами она была вся обсыпана сейчас уже отцела немножко но она еще зайдет на старт на второй заход чё тут помидорах тянутся помаленьку помаленьку тянутся жарко им тут бедно все открыто по максимуму вот такие помодори идем по огурцы дедушка строит какой-то новый сарай а что здесь будет полки приедет спрошу не знаю что тут у него будет огурцы огурчатки завязываются вот эта самая теневая сторона поэтому тут всегда позже и меньше с другой стороны солнечный больше и лучше тут уже выше меня ростом ноги не ноги два только где огурцы а вот они огурцы я смотрю уже под собирали было больше огурчики вон один какой висит хороший прям отличный вон такой кабачок не идет офигенная тучу прям гроза обещанный наверно придет будем мокнуть громыхает все таки наверно дождь зайдет пока не зашел нам успеть все сварить и спеть делаем обещанный салатик у меня черри помидорки сейчас я их порежу пополам лучок я уже мелко покрошил и сюда еще пойдет базилик и креветки масло и специи все так что мы еще тут отправляем в креветки они уже лазили и потому что мы ничего делать не нужно купить травы все теперь мы просто перемещиваем низко милковато на счет все у меня получится соль перец и масло добавить потом чтобы наш базилик не превратился в кашу а у нас 0 2 потому что в общем казачек уже помыл главный повар по плавам по плавам а приехал намочился ну я потом уйду я же могу иначе сделать приблизить отойти баня то какая хорошо Морковочка пошла. Я что-то думала сначала выток. Ты поднялся? У меня все. Он один будет с шапками едать. Теперь пускай закипит. Окей, пускай закипит, а мы пока походим. Ай, и без меня закрыли. Охренеть. Возьми тряпочку, Жорж, ты бумажкой. Это не тряпочка. Ой, в общем, он кодом. Возьми тряпочку, Жорж, ты бумажка. Одевали на... не валенок, а сапог. Поедешь, когда в Россию привезешь сапог. Ромовый, керзовый. Окей. Всем снова доброе утро. Погода у нас немножко испортилась, похолодала. Выходные были такие хорошие, теплые, солнечные. А сейчас опять тучи и дождь весь день. Пока в субботу были на даче, мне пришли два платьишка, которые я заказывала на сайте Бунт Рикс. Сейчас я их покажу оба. Одно вот это вот черненькое, а это хлопок. Ну, тут кружевная отделка. Оба платья летние, легенькие, с коротким рукавом. И второе льняное, беленькое, тоже с кружевной отделкой. Сейчас одену, наверное, и покажу, как это на мне смотрится. Вот так сидит светленькое. То есть, вот рукава немного, руки немного прикрыты. Это хорошо, с верхней части. Очень легкое. Такое простое, прямое, нехитрое, очень удобное. Сейчас померю, темное. Так, и вот так выглядит черное. Вот в нем такой. Она мне тоже нравится тут немножко. Немного эротики. Я чуть-чуть подтянула сзади, потому что мне было прям реально много открыто. Эти лямочки, они чуть меньше, я их подошью наполовину, чтобы не было так сильно. В общем, оба платьишка мне нравятся. Это вот все гипюровое, такое, легкое, женское. Не длинное, но на лето вот отлично. На ощущение прям вот очень-очень тонкий хлопок, легенькое. И с туфлями пойдут посерьезнее, и с пацановочками хорошо. В общем, оба платья мне нравятся. Я оставлю себе. Ого, платьишко.